14 мая в Москве на одной из площадок Лужников состоялся митинг, на проведение которого было получено разрешение Мосгорасполкома. Программа «Взгляд» согласна с участниками митинга в том, что необходимо прекращение оккупации Израилем арабских земель и предоставление территории государству Палестины. И полностью поддерживает резолюцию ООН по этому вопросу. Но... Мы собираем подписи, что люди выступают против против сионизма, который проводится и у нас в общем-то в стране, ну и вообще в мире во всем. Кем? Отдельными людьми. Какими? Какими конкретно? Вообще это идет туда аж в политбюро. Вот, конкретно вот так. Фамилии я не буду называть. Ну это так, у нас зрители... Примерно их назвал секретарь Владимирского обкома. Так. В своем выступлении на плену Медсека. Вот их примерно назвал. А вы не могли бы повторить? Я не буду повторять. Читайте выступление Владимирского секретаря, где... Он, конечно, не говорит, что они сионисты, но надо понять, кто наше государство разрушает. Вы, дружинники, кого вы представляете? И от кого что охраняете? Мы охраняем вас. От кого? Прежде всего. От кого? От возможных провокаций. С чьей стороны? С чьей стороны? Кто его знает? С чьей стороны? С чьей бы они ни были. Вы принадлежите обществу памяти? Ну, в общем, не так. А к чему? Я их поддерживаю. А какие основные положения это общество вы поддерживаете и какие не приемлют? Какие не приемлют? Я приемлю всю их программу. Поскольку движение память, движение память, экстремистских, националистических, фашистских, шовинистических пунктов программы нет ни одного. И от движения память, от людей в движение память, можно сказать, что ни один волос с головы еврея не упал. У нас проблем нет. Проблемы все создают сионисты здесь. Они захватили в мире прессу, захватили в Советском Союзе прессу. И пресса манипулирует всем народом. Вот это. Вряд ли, что в Советском Союзе они запретили. Она запретила. Я вам скажу. Простите, можно вопрос задать? Пожалуйста. Как вы относитесь к высказываниям Маргарет Тэтчер, когда ее спросили, почему в Англии нет антисемитизма? Она ответила, что они, англичане, не ставят англичан выше евреев. Вы знаете, о чем? Маргарет Тэтчер ни один шаг не сделает, прежде чем не согласовав все вопросы с Ротшильдом. Ротшильд управляет. Маргарет Тэтчер, марионетка в руках Ротшильда. Это я вам авторитетно. Ни один шаг она не сделает. Прежде чем что-то сделать, она вначале посоветует с Ротшильдом. Кто конкретно является проводниками сионизма в нашей стране, по вашему мнению? По моему мнению, являются агенты сионизма. Кто конкретно? А вы знаете, конкретно я вас обращаю, обращаю прежде всего к органам компетентным. Там они знают. Я из своего, я не боюсь, я могу называть, но это ведь... Коротич знает, Генрих Боровик, Познер знает. Со всеми ими я вот так вот вел дискуссию. Они обещали дать три минуты по телевидению. Коротич и Познер, Познер даже так сказал, Владимир Владимирович, я сам работник телевидения. Дайте мне вот с ними побеседовать, с патриотами, так уж я размажу. Потом он делает маленькую паузу и говорит... Но, к сожалению, эти люди неохотно идут на интервью, на телевидение и так далее. Он лжец, он негодяй, я при всех говорю. А я от своего личного имени говорю. Человек, который врет, Шатров вот вчера... Вот вчера, не срывайте мой предмитинг, потому что убрал микрофон из зала, и когда я вытащил мегафон, я ему стал говорить, что жертвы-то не с 37-го года, а с 17-го по 34-й, когда геноцид русского народа осуществлялся. А у нас есть списки АГПУ, НКВД по фамилиям, по национальностям. И мы видим, какая там превалирует национальность. Так он сказал, что не надо срывать мой предвыборный митинг, или как он назвал, я вам обещаю, три человека с вашей стороны, три человека с нашей стороны. С нашей... это я с какой он имел в виду? Ну, такие же как... Там еще... да, 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 да. Там были и Марк Захаров, и Григорий Бакланов, который так боевиков боит. Ну, три человека с их стороны, три человека с нашей стороны. Вот три минуты, десять минут, дайте во взгляде только настоящую дискуссию, полемику. Эти люди все будут размазаны. Не надо такие слова. Зачем? А я рабочий. Мы так привыкли в цехе. Да, мы так привыкли в цехе. А эти люди пользуются тем, что все телевидение, взгляд, в первую очередь, там, до и после полуночи, Ленинградское Пятое Колесо, это все сионистские программы. Они пользуются тем, что захватили телевидение в свои руки, они не дают оппонентам даже две-три минуты. Меня по центральному венгерскому телевидению показывали полчаса. Что же я наговаривал. Вот тут они сейчас, эти венгеры, так. Так, значит, странно-народная демократия не боятся, показывают так. А наши, так сказать, люди, которые захватили наши все средства массовой пропаганды, они боятся. Вот вы сейчас на меня смотрите. Можете вы гарантировать, чтобы мы могли встретиться на центральном телевидении, и вы нас потом судите по любой статье, один в прим, там, за антисемитизм, за антисовичную. Срок нам сразу моментально... Прямо из зала. Да, моментально сразу вы размажете все патриотическое движение. Так, пусть против нас сидят коротищи, генрихи-боровики и там, и так далее, так далее, так далее, так далее. Уверяю вас, они не выдерживают полемики. Итак, они не выдерживают полемики. Последняя фраза этого репортажа, который я снимал, и мне пришлось присутствовать на этом митинге, должен сказать, что Евгений Семенович Евсеев, организатор этого митинга, как он сказал, никакого отношения к памяти не имеет. И так они не выдерживают полемики. Но, должен сказать, что высказаны разные точки зрения. И точка зрения, которую мы слышали, я созвонился с теми людьми, которые упоминались в этом репортаже, и они согласились на эту полемику. И программа «Взгляд» предоставит свою студию для того, чтобы провести дискуссию по тем вопросам, которые будут интересовать оппонентам. Это произойдет в ближайшее время, о чем мы сообщим той и другой стране. Кого же вы пригласили с той стороны-то? С той стороны мы созвонимся. Вы высказали желание и Евгений Семенович Евсеев участвовать, и я думаю, они найдут две-три кандидатуры. А с этой? А с этой стороны те фамилии, которые были упомянуты. Ну, я боюсь, что дискуссии не получится, потому что для этих вот шеховцев, шеховцевых или шариковых там, которых представляет этот человек в коричневом костюме, язык, на котором будут разговаривать Коротич, там, Познер, Боровик, будет им казаться латынью. Я не думаю, вы знаете... Я боюсь, что это будет не дискуссия, а так... Я считаю, что это преждевременные выводы. Та дискуссия или разговор, который мы запишем, он расставит все точки над «и», и люди, которые его будут смотреть, сами смогут решить, что представляет собой одна страна и что представляет собой другая. Ну, на всем случае, это любопытно будет. Давайте подождем передачу. Это традиционно.